Сегодня премьер-министр России побывал в подмосковном городе Долгопрудном. Там, в Московском физико-техническом институте, обсуждалась важнейшая тема — будущее технического и естественного научного образования в России. По словам Владимира Путина, в планах правительства — создание университетов нового типа, увеличение бюджетных мест в аспирантурах, поддержка молодых специалистов, развитие высокотехнологичных секторов экономики. И всё это поможет России укрепить свой статус мировой научной державы. Подробнее в репортаже Алексея Петрова. Просто находиться в этих аудиториях — уже мечта сотен тысяч школьников со всей страны. Диплом института считается одним из самых престижных в России. Впрочем, идут сюда как раз не за корочками. Чтобы учиться в легендарном вузе, мало просто посещать лекции. Нужно вести собственную научную работу, причём со второго курса. Зато потом о работе можно не беспокоиться. В тот момент, когда премьер заглянул в учебную лабораторию, там как раз принимали экзамен. Уже за первые три года студенты МФТИ проходят столько же, сколько на физфаках других вузов за все пять лет, рассказывают премьеру студенты уже в неформальной обстановке — за чашкой чая. Для многих сейчас вопрос номер один — как оплачивать учёбу. По словам премьера, государство разрабатывает целый пакет мер. Во-первых, будет продолжена практика предоставления кредитов для обучения. Во-вторых, вот сейчас в правительстве прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы частично компенсировать студентам те кредиты, которые они будут брать. Вот это второе. И третье — в системообразующих банках сейчас будут вводиться дополнительные программы подобного рода. Программы финансирования кредитов под обучение в учебных заведениях. Чаепитие продолжалось почти час, и речь шла не только о кризисе и действиях кабинета министров. В частности, Владимир Путин решил услышать мнение собравшихся о едином госэкзамене. Сама сдача единого экзамена — какую-то трудность для вас представила? На самом деле, так как я готовился и к физтеховским олимпиадам, и к обычным школьным олимпиадам, то с достаточной подготовкой к ним уже, подготовка к ЕГЭ — это просто технику отработать решение конкретно этой структуры задачи. А какие вы видите минусы в этом? Возможно. Мне кажется, что иногда часть С, которая проиграет люди, они не всегда объективно проигряют. Поэтому надо просто учитывать эти минусы и совершенствовать саму систему. Находясь в МФТИ, премьер по телемосту пообщался с сотрудниками вуза, которые работают в Центре российской космической науки, городе Королёве. В этом разговоре участвовали и представители космической промышленности. Участники телемоста заверили премьера, что Россия по-прежнему конкурентоспособна к космической промышленности. И тут же услышали вопрос премьера. Почему же тогда российский «Газпром» заказывает для себя спутники за границей? Ответ, что так решила конкурсная комиссия, премьера не удовлетворил. Комиссия, говорите, там была у вас, да? Ну да, работала комиссия в промышленности, да. Знаете, да, известное выражение? Хочешь завалить дело – создай комиссию. Что касается конкурентоспособности, то вы сами сказали, что у нас вполне конкурентоспособные продукты. Хотя, конечно, я не ставлю под сомнение мнение специалистов. Но что касается финансирования, то «Газпром» отличается как раз тем, что он в состоянии обеспечить финансирование и поддержание своей группировки. Но мы об этом еще поговорим. Разговор действительно продолжился в том числе стихи, но уже на совещании, где речь вновь зашла об отечественной космической науке. Мы сейчас по ЗУСЕКам состребаем все, что могло бы поддержать высокотехнологичные сферы нашей экономики. И, разумеется, космическая отрасль относится к одному из важнейших приоритетов. И более того, это конкурентоспособная отрасль. В современных условиях кризиса в США мы слышим лозунги «покупайте только американское». Во Франции хотят переносить автомобилестроительные предприятия из Восточной Европы на свою территорию. Я думаю, что это перебор. И такая политика, конечно, не имеет перспектив. Но в условиях кризиса, если мы говорим о конкурентоспособной продукции, то, конечно, при всех остальных равных составляющих выбор нужно делать в пользу отечественного производителя. И всё-таки этот протекционизм имеет определённые границы. С точки зрения подготовки кадров, мы, конечно, должны предоставлять выпускникам наших высших учебных заведений возможность работать там, где они захотят. А вот что мы должны сделать для того, чтобы молодой человек, окончив высшее учебное заведение, принял решение остаться на работу в нашем научном заведении, учреждении, на нашем предприятии, вот это другой вопрос. Главная тема совещания – поддержка высшей школы. Один из путей – создание сети исследовательских университетов, вузов, где сочетаются и образование, и наука. Они должны появиться уже в этом году. Всем известно, что у нас наметился явный перекос в сторону гуманитарных специальностей – юристов, экономистов, менеджеров. Резать по-живому, разумеется, здесь не нужно. Но вот что можно и нужно сделать – это поднять престиж технического и естественно-научного образования. И здесь исследовательские университеты могут сыграть значительную роль. Российское образование по-прежнему востребовано. Например, на Украине. После совещания у премьера состоялся телемост с руководством Академии наук соседнего государства. Более ста украинцев учатся сейчас в МФТИ. По словам Владимира Путина, взаимодействие соседних государств в научной сфере должно продолжаться. Алексей Петров, Кирилл Бутырин, Юрий Гвоздь, Сергей Симаков. Первый канал.